Вы гепард, не лев. Все. Меня предупреждали, что все возникло здесь, все в Армении. И в этом смысле... Как не все? Вы вольтерианец, бунтарий. Потом скажут, что это была распальцовка. Я очень мало знал об обычной жизни до того, как появились у меня стримы. В ужас пришел от того, что происходит. Скажи-ка, дядя ведь не даром... Уничтожили полстраны, сами сожгли. И своих любовниц Кутузов вывез. Россия ближе к востоку или к завтра? 100% Европа, только очень провинциальная. Левачество это болезнь. Это, в общем, во многом как религиозное безумие. Слово негр, оно всегда было. Не я его изобрел, не мне его отменять. Вы можете меня назвать белым, я не обижусь. Кого вы унижаете? Извините, вы думаете, что пенис это более личное, чем взгляд? Ну что, Евгений, во-первых, огромное спасибо, что нашли время и находитесь в нашей студии. Такой у нас сегодня диссонанс. Человек, как обычно, в пиджаке прекрасном, в галстуке, в рубашке и я такой. Какие у вас сегодня перстни? Покажите, пожалуйста. Они все те же? Здесь, понимаете, потом скажут, что это была распальцовка. Не-не-не, мы про перстни. Нет, они не, они, ну те же как, ну больше двухсот лет, вот этот тот же больше двухсот лет, да, это конец восемнадцатого века, да, но это не то, что я показывал у Урганта, там, с аметистом. Это другое. Это, да, это с агатом. Вот, а это современное, ему лет двадцать, и, собственно, здесь вот такой человек метафорический, бегун с памятью о Древней Греции, об Элладе. Он, кстати, справа налево бежит или слева направо, это важно? Ну, это не так важно, он, в общем, по кругу бежит. А, все-таки. Он и сам в кругу. За цикл. Да, нет, нет, он, так сказать, вечно в движении. Сколько у вас перстней? Как раньше говорили о звездах, бесчисленное множество. А вы как-то вот, как это у вас происходит, вот встали, выбрали пиджак, костюм, галстук, и перстень тоже выбирается под что-то, или это настроение? Ну, конечно, все должно совпадать, но нет, я встаю, сначала я ощущаю вообще пространство, вот природу, страну, комнату, да, потом уже постепенно речь идет об одежде, потому что это не сразу, и надо еще прийти к одежде. Сколько костюмов вы привезли в Армению? Ну, это надо, это тоже, вы знаете, я ученый-историк, но я не математик. Это такие числа, которые, тут мехмат нужно заканчивать. Серьезные числа? Мехмат, конечно, тут знания нужны. Понятно. Я смотрел на ваш телеграм-канале видео, где вы на фоне армянских гор, где вы говорите, что у вас появилось желание такое снять фильм, связанный с мифологией, вот здесь, в Армении. Я вам скажу, как только я прилетел утром, я попросил отвезти меня в горы. Я сказал, вот хочу только горы, где подальше от всех. И меня повезли, сначала были мертволысые такие холмы, горы, вот мертволысые. И я подумал о том, что именно здесь, вот на этой философской обезличенности, наверное, можно было бы создать что-то эпичное. Снять эпос, но я думал о греческом. А, не гельгамеш, греческий. Греческий, да, греческий, потому что я очень его люблю. И я вспомнил фильм «Позолини Медея» с Марией Каллос. Это фантастическая абсолютно по, как это сказать, по терпкости, по масштабу, по физиологичности лента. И я думал, вот здесь бы, но нет Каллос. Нет Каллос, потому что нужны такие глаза, такой профиль, такая боль и масштаб личности, чтобы осуществить, оживить греческие, древнегреческие мифы. Вот об этом я думал. А потом мы спустились в такую речную небольшую долину, где, по-моему, называется «Симфония камней». Долиней, да. Да, да, да. Это было очень... Ущелье реки Азад. Да, да, изумительные горные реки. Это всегда фантастика. Вот. И после этого я видел горы уже населенные деревьями, лесами. И эти леса уже приобретают свои индивидуальные цвета, потому что ранняя осень. И вот здесь я подумал о живописи. То есть у меня было такое путешествие из мифологии в живописные эмоции. И я получил огромное удовольствие. Оставимся в мифологии. Кого из греческих богов или героев готов был сыграть Евгений Панасенков? Ну, я вынужден всю жизнь играть Аполлона, понимаете? Я работаю в этом, так сказать... То есть вы Аполлон? Да. В греческой мифологии? Всё, понятно. Ну, нет, там есть... Я осуществляю разные функции по совместительству. Зевс там и прочее. Гермес? Да, но это по совместительству. А Арес? Ну, Арес, иногда приходится. Но это только если меня вынуждают. Гераклом. Обязать тоже вынужденную историю, тоже по совместительству на полставки. Окей. Какой последний подвиг совершил Геракл? Ну, вот здесь же, здесь, в Доме кино, аншлаг собрать, это тоже подвиг. Конечно, подвиг и вынести... Вы знаете, что такое? Сначала я сдал три концерта в один вечер. Первый – это певческий, оперная программа. Потом театральные монологи и стихи. Это одним... на одном горле невозможно. Второе. И третье... Ведь многие любят, понимаете, то, что сейчас называется пошлым словом стендап. Так. Да, и кто-то хочет про политику, кто-то хочет какие-то шутки, да. И тоже приходилось, потому что... Ну, нет, это в удовольствие, но я понимаю, что каждый человек должен уйти счастливым, радостным. Из зала. Да, да, да. И я хочу, чтобы все они были действительно радостны. Тем более, что потом была автограф-сессия, это четвертый. Ну, то есть четыре подставки. Четвертый спектакль, полтора часа. И когда подходили с моими книгами, она тяжеленная, особенно первая научная история войны 19-го года, она очень тяжелая. И они... люди с двумя пересадками сюда прилетают, многие, да, на концерт. И они рассказывали свои истории, как они прилетели и так далее. И это люди часто, может быть, небогатые, кто-то с работы сорвался. Это настолько было трогательно. Это я... знаете, я выложился на концерте, как обычно я выкладываюсь полностью, но мне еще и еще хотелось вот уже в этот момент, когда каждый человек подходил, еще что-то ему подарить по эмоции, по, так сказать, какой-то художественной части. И даже сейчас я написал пост именно об этом, что выложился, все счастливы. Вот действительно зал стоял, но мне кажется, что еще вот тем, кто пришел, еще хочется что-то подарить. Вы как Далай-Лама в изгнании, то есть люди вот прям за вами ездят. Да, но я же не в изгнании, я прилетел из Москвы, улечу в Москву. Ну, правда, я улечу в Москву через Париж. То есть Далай-Лама у вас не так, я же не в изгнании, хорошо? Ну, Далай-Лама, я еще до этого состояния, так сказать, не... Кстати, что бы вы спросили у Далай-Лама, если бы у вас было в изгнании? Ну, мне с ним не очень интересно было бы общаться. А с кем, интересно? Из духовных лидеров? Ну, вы видите, как один собеседник, так сказать, одного товарища уже давно помер, и поэтому говорить не с кем. Да, ну, вот так я сегодня проходил, здесь замечательный отель, красивый проходил, зеркало. И так я, почему задержался, да, и, конечно, иногда задерживался. Часами, беседу часами. В вашем доме 12 зеркал, да? Ну, откуда у вас эта информация? Ну, я в одном из ваших интервью это услышал. 12, нет, ну, много, но... Но не 12. Ну, слушайте, знаете, сколько в Версале зеркал? Ну, простите. Я еще в этом смысле очень-очень даже... А есть куда расти? Есть, ну, конечно, и мне говорят, что я так вот одеваюсь, я очень скромно одеваюсь, посмотрите на портреты Людойка XIV, даже Людойка XV, да что там, даже Людойка XVI. Это в сравнении просто невозможно. Ну, чем дальше, тем скромнее. Скромнее, конечно. Людойка XVI, а потом уже... Да, ну, его казнили, а потом, да, да, да. Я понял, хорошо. Скажите, пожалуйста, вы не ходили в детский сад? Нет. Он категорически против этого института, детского так называемого. В моем представлении я на детский сад смотрел из окна, и туда сдавали как вещь ребенка, сдавали, и кто-то не доводил. Я видел, очень интересно, издалека, в смысле, сверху по шапочкам, так сказать, особенно зимой, по шапочкам, их как-то выбрасывали к калитке и убегали родители. Вот выбрасывали. Вот это ощущение, что кого-то выбрасывают, это ужасно. Потом мне рассказывали страшные истории. Опять-таки, я очень мало знал об обычной жизни до того, как появились у меня стримы. То есть вы недавно? Я недавно... То есть не только Путин не знает ничего об обычной жизни? Нет, он успел хватить... Путин успел хватить обычную жизнь пожить. Почему мы сейчас имеем все, что имеем, это именно потому, что, наоборот, он очень хорошо знает обычную и такую тяжелую, печальную жизнь. Здесь все неверно. Смысл в том, что это, так сказать, расплата. А я как раз настолько хорошо всегда жил... То есть нет, совершенно обычная, небогатая семья, но я всегда как-то... Вот меня оберегали и бабушки, и дедушки, и все, и я жизни не знал. Причем я-то думал, что я узнал. В общем, я знал, как ученый, я уже писал книги, монографии, уже выступал. Да, я уже... У меня первая монография вышла в институте, когда я был в МГУ, еще учился. И я уже выступал на конференциях, на телевидении. Я давал прогнозы, которые все сбылись уже тогда. Но это общественно-политически в глобальном смысле. Я очень точный природу человека, все. Это я все знал. Но я не знал, как на самом деле живут люди. И мне вот мама всегда говорила, ты не знаешь, как живут люди в детстве. И я думал, ну да, а кто-то во дворце живет, кто-то еще как, да. И вот началась пандемия китайского вируса. Я предсказал ее, что это будет из Китая очередная и так далее. Что все, на самом деле, эпидемии страшно мировые, они все не только из Азии, а границы Монголии и Китая. В том числе черная чума. Чума, оспы. Да, и все. И я сделал эти стримы, потому что мне стали писать мои поклонники, которые просто вообще вешались, выходили в окно, сходили с ума, не знали, что делать, у всех крыши стало ехать. И я решил сделать такой... Спасти человечество. Не-не-не, человечество не спасаемо. Вообще человечество это выдумало. Филологически, да, поклонников, хороших людей. Я сделал эти стримы, думаю, временно. Но нет ничего более вечного, чем временное, вы же понимаете. И вот я сделал эти стримы. И потом хотел, когда вирус стал как бы немножко информационно сходить на нет, и все привыкли, думаю, ну все, теперь можно, так сказать, отдохнуть. Потому что я не привыкл что-то делать по графику. Никогда так не жил. Но меня не отпустили. Просто, как и этого, тоже не отпускают. И вот Терешкова мне говорит... Не уходи. Не уходи. И вам кто-то сказал. Ну, Терешкова, не уходи. А, это она вам говорила? Ну, она всем это говорит. Ну, я просто... Вот, и, значит, я, так сказать... Ну, у меня вот Анна Николаевна Шатилова, она говорит, мне пишет народ. Она говорит, мне люди ей пишут, народ ей пишет. Вот, Евгений Николаевич, вы не имеете права оставить. Никакого морального. Никакого морального. И я почувствовал в себе силы и остался еще на несколько сроков стрима. Пластилин стримов. Да. И иногда стримы по шесть с половиной часов. То есть, это не то, что я вот сижу в кадре, не отходя, и выступаю. То есть, все это надо, чтобы и руки поднимались, и мимика, и еще что-то умное относительно сообщение. Кстати, шесть с половиной часов. Относительно памяти Фидели Кастера. Ну, правда, чушь у него, а здесь нужно еще что-то умное. Так вот, и... Ну, не всегда. Да ну, всегда. Да ну, всегда. Абсолютная чушь, ну что вы. Вот, и просто бандит. Бандит, бандит. Ну, это, так сказать, ваше право. Не-не-не. У вас здесь как бы... Не согласен я с Фиделем. Это самая свободная сторона с Фиделем. Но эти стримы... И только на стримах я стал узнавать жизнь. Из вопросов поклонников я пришел в ужас. В ужас пришел от того, что происходит. Я полюбил своих родителей, свою судьбу, свою жизнь, свое здоровье. Я полюбил все. Что вас окружало. Потому что... Да, потому что я не ценил. То есть я очень уважительно относился, цивилизованно. Но я не ценил, как это сказать, эмоционально-физиологически. А когда слушаешь истории абсолютно реальные, с подробностями жуткими, это очень тяжело. А какой-нибудь топ вот был? Три самых ужасных вещи, которые вы узнали от своих поклонников? Отдельных нет. Вы знаете, сотни однотипных писем, которые меня больше всего трогают, от, скажем так, юношества, которые живут в таком диком насилии семейном, беспросветном, еще в провинции в ничте, оттуда не вырваться. Вариантов нет. То есть они будут подрабатывать с 15-16 лет. Они не могут ни учиться, ни познавать жизнь. Они будут вечно подрабатывать. Это кабала. Плюс, еще страшная кабала, это стресс. А что такое стресс, который входит в детстве? Он потом не только в юности, а во взрослом состоянии, он, так сказать, прорывается не только психическими срывами и болезнями, да, и неврозами, психозами, он прорывается психосоматикой, болезнями физическими, плюс определенным отношением к жизни, через которые человек не может, как вот это немыслимый для него забор, он не может вырваться, перепрыгнуть, не может. Я ему все объяснил, он все понимает, что произошло. Но он ничего не может делать, потому что это уже вошло в моторику, это уже работает определенная система гормональная, да, вот эти нейромедиаторы в мозгу, которые были сбиты стрессом, да, то есть это уже физиология, это катастрофа. Кроме того, пишут люди, которые очень искренние, очень добрые, которые не выдерживают происходящее вокруг агрессии. И в России, и в окружающих странах, в самых разных странах они не выдерживают, они настолько интеллигентные и тонкие. Это действительно сложно для человека, думающего и чувствующего, выдержать. Здесь необходимо, здесь никакое знание на самом деле философии не поможет, здесь интеллект даже не поможет, потому что если человек так тонко все воспринимает, он может понять, я могу объяснить, как относиться, научить, но это невозможно иногда в свой организм вложить, да, то есть это тоже очень тяжело воспринимать. А почему так происходит? Откуда такая чудовищная... Мы возвращаемся к теме человечества и к теме, вот вы вначале спросили, про теории, про эволюцию и так далее. Этого не было в записи, скорее всего. Но мы сначала, в самом начале я спросил, как Евгений относится к теории, что индоарийский мир возник здесь. А Евгений сказал, что давайте сначала поймем, что такое человек. Да, ну, во-первых, меня предупреждали, что все возникло здесь, все в Армении. Сразу мы постулируем, так сказать, в этом смысле. Как не все? Как не все? Ну, есть какие-то вещи, которые не в Армении. Ну, слушайте, вы вольтерианец, бунтарь и филистер. Так, и что? Откуда такая чудовищная жестокость? Эволюция штука неравномерная. Неравномерная и как раз по расам, по этносам, по нациям, и в отдельных случаях тоже. Плюс уже в рамках этносов, наций, есть индивидуальная изменчивость головного мозга. Вот поля под поля головного мозга. От этого очень многое зависит. И когда мы понимаем, что физиологически люди бесконечно разные, бесконечно, по интеллекту, по психофизике, по поведению, вот отсюда мы понимаем, что кто-то патологически агрессивен, ну, у кого-то даже вот позднеэволюционные, так сказать, доли, да, которые контролирующие, они не наросли. Они проявляют агрессию в самых разных вариациях, да. А у кого-то наоборот. Вне зависимости от расы. В том числе и в зависимости, но здесь уже идет корреляция. Там надо это целая-целая-целая лекция. Но на самом деле вот мы должны понять самое важное. Нет единого человечества. Люди, я бы сказал, грандиозно не похожи друг на друга. То есть, если мы даже говорим, например, о талантах, да, то разница по полям и под полям головного мозга между людьми бывает разница в 40 раз. Это видовая разница. Так, это что значит, что вы в 40 раз умнее кого-то? Ну, в данном случае мой мозг еще пока не секционировали. Тут надо... А, это после. Да, может быть, в 146 раз. Может быть, там... Но это только после смерти, простите, определяется? Ну, это просто вещи невозможные. Но в данном случае, да. Но мы можем, так сказать, обсуждать это и по плодам деятельности выяснять. А так, да, у обычных людей действительно это после смерти секционирование. Ну, соответственно, да, достается мозг, секционируется и выясняется поля под поля. Например, у Маяковского было одно подполе, да, которое пока еще не нарезали, не нашли ни у кого. Это очень интересно. Вот. Это вот такие стихи замечательные. В том числе, да. Но мы бы даже не столько такие по эмоции, сколько по форме, по ритмике. Да, это все влияет. Вот. Хотя здесь нет прямой корреляции, но это то, что во многом определяет, если мы говорим о талантах. Но так или иначе, мозг, допустим, автохтонного жителя Австралии, да, он так сильно отличается от мозга. А ему и не нужно. И правильно, и вообще, я скажу, многим не нужно. Он живет в своем мире достаточно самостоятельно. Да, да. Самодостаточно. Прелестно живет. Лучше, чем многие с мозгом. Ну вот. И так я смотрю, вот хожу по улицам, по городам, тоже там очень по-разному. Изучаете? Не то, что изучаю, это походи. Изучаю походи. Так что нет ничего единого. И леваки, левачество, главная ошибка леваков в том... Вы недолюбливаете леваков. Ну, для меня это, в общем, главные враги человечества в хорошем смысле. Так. Да, потому что они отнимают смыслы, они отнимают собственность, они отнимают свободу. Левачество – это что? Все отнять, поделить. А как можно отнять и поделить? Только противозаконно, а те, кто против, их в концлагеря. Вот что такое левачество, да. Ну так. Их постулат, что все одинаковые, не все равны перед законом. Это большая разница. Они же здесь плутуют. Все равны перед законом, и я за это. Но они говорят, что все одинаковые. А как это может сделать, чтобы все были одинаковыми, да? Вот кто-то талантливый, кто-то более красивый, яркий, с большим голосом. Нет, нельзя. Не имеете права. Надо прибить. Прибить к земле. Ну, вам повезло, что вы родились и вовремя, и, собственно говоря… В такое время родился, что… Нет, ну, представьте себе, если бы вы жили с такими мыслями и идеями в Советском Союзе. Ну, я и родился в Советском Союзе. Да, да. Но вы тогда, в общем-то, наверное, писали свои научные работы про войну 1812 года. Хотел назвать ее отечественной, потом помню, что вы ее не называете отечественной. Да. Но левачество… В общем, вас бы посадили, наверное, да? Распределяли бы или как? Ну, невозможно было бы опубликовать. Например, Николай Алексеевич Троицкий опубликовал свою книжку небольшую о войне 1912 года через 26-27 лет после написания. Хотя он не написал ничего экстраординарного. Он просто не написал откровенной чепухи. То есть просто ахинею не написал, и все. И это уже нельзя было опубликовать. Все, что было написано до вас, ну, глобально, до первой научной истории войны 1812 года… Вообще. По этому поводу. А, по этому поводу. Ну, и вообще, наверное. Не-не-не, не вообще. Мы про Гомера оставим в покое. И слово полку Игореву тоже. Первая научная история войны 1812 года. Все, что было написано до вас в России и в Советском Союзе, это была ахинея, это была ненаучная история. Вы так считаете? Вы очень правильно сказали. Да, я с вами согласен. Но вы же только что ответили на этот вопрос. Вы сейчас сказали о том, что я бы не мог написать, потому что посадили бы. А теперь вы как бы вдруг спрашиваете, а почему? Ну, вы же уже ответили на этот вопрос. И вы правы, вы правы, вы правы. И посадили бы при царе, а при царе бы не просто посадили, если бы, вот что такое идеология, самая страшная вещь. Если в 19 веке человек, подданный русскому царю, отказывался, допустим, от православия, да, то его лишали состояния и детей в том числе отнимали, да. И это не мелочь, это для ученого, вот ученый хочет сказать, что он от истрили, он отказывается от какой-то конфессии. А здесь он не может этого сделать. И это только подробность. Но ясное дело, что после восстания декабристов Николай, уже тогда Николай I, невеликий князь, он понял, что Россия не желает, я имею в виду элиты, это и есть Россия того времени, да, она не желает жить вот так, как она жила. И страна не имеет никаких вот этих скреп. Он стал делать липовые скрепы. Липовые скрепы – это величие, великие войны, выдуманные победы, которых не было. Плюс, кстати говоря, и славянское братство выдумали, да, вот это полнейшая ахиней, которая стоила такой кровище именно русским людям. То есть столько, сколько русские солдаты, крестьянские дети гибли, гибли или были с оторванными, отрезанными конечностями за страшную ахинею славянского братства, да, кстати. Это все балканские войны. В том числе, все балканские, в том числе и Первая мировая война. Первая мировая война, которая вообще уничтожила старый мир и старую Европу, было самоубийство Европы, в котором Николай II уже поучаствовал во всей красе, да, это пошло от фоноберии выдуманной идеей славянского братства. И вот это все эпоха Николая I, но не потому, что он такой злодей, да, он совершил эти злодеяния, потому что он не был особенно талантливым человеком. Это единственный вариант, который вот ему, примитивному человеку, пришел в голову, да. Значит, надо выдумывать большие и страшные идеи и все остальное запрещать. И Отечественная война, вот этот термин, он появился только тогда, к юбилею, к 25-летию. В 1812, 13, 14, 20, 25 году никто не называл ее Отечественной войной. Значит, в смысле определения возвышенного вот такого. Это была антифранцузская коалиция, очередная, да. И вот выходит работа по высочайшему повелению, написанная Михайловского-Данилевского Александра Ивановича, который был адъютантом Кутузова. В общем, такая штабная крыса, в военных действиях он не участвовал. Учился он, естественно, не в России, а в Германии. Был взят Кутузовым адъютантом для того, чтобы писать на французском языке и так далее. И он был цензор при Николае уже, цензор. Так вот, цензору поручили написать фальшивку, и Николай потом еще правил цензора. Представляете? То есть он лично, потому что недостаточно долезал, понимаете? Вот. И затем это был монополист во многом. Потом, когда Октябрьский переворот и несколько лет, об этом вообще не думали и ничего не писали. Просто всем было плевать. А затем то же самое по второму кругу, когда Рябой Коба, он же Коба, он же Сталин, он же Гогой, да? Вот. Он понял, что никакой мировой революции не получается. И надо каким-то образом тоже обманывать несчастный русский народ, опять провели, чем стали использовать просто старое уже, ну, не в эфире сказать что. Сильно уже что-то использованное, да? И нашли другого автора, Евгения Викторовича Тарли. Хотя и в этом была все ложь, не только сама книга, потому что он не Евгений, не Викторович и не Тарли. У него, естественно, другое имя. Вот. При рождении он выкрест, как мы понимаем, но это мелочи. Очень образованный человек, дореволюционно образованный человек, что очень плохо в этой ситуации, поскольку он умел подать, изложить, он знал языки, он имел возможности стилистически, так сказать, гармонично все сделать. И вот эти свои способности он подарил Рябому на пропаганду. Но он не долизал опять. И его стали критиковать. И тогда нашелся абсолютно дикий, необразованный, не знающий не то что языков иностранных, он по-русски писал, как на иностранном языке, деревенский. Вот с такой, значит, мордуленцей, Жилин, Павел Андреевич, которого, ну, там, он стал как-то полковником, непонятно. Он никого не историк, и ему была дана задача долизать, понимаете, долизать. И он выдумал, он написал такую брошюрку «Контрнаступление Кутузова». А такого слова вообще не было тогда, оно появилось вот в этом отношении через сто лет. И никакого контрнаступления быть не могло, потому что Наполеон был в Москве, никто его в Москве не трогал 36 дней, да. Мира он не дождался, он выходит, он, вообще император Франции, он выходит, разбивает Кутузова под Малоярославцем. Кутузов бежит к полотняным заводам, всё, и, значит, Наполеон проложает марш. Кутузов идёт, так называемый, это термин в учебниках, дальше нет противоречий, почему-то думает. Вот параллельный марш, то есть он не соприкасается. Один раз его зять с маленьким отрядом оказался на пути Наполеона, он матом, у меня есть документы, я привожу в книге, матом приказал убраться с пути Наполеона, чтобы не трогал, что он уже проиграл Бордино, он проиграл Аустариц, он с ним всё проиграл. Он сдал Москву, он проиграл Малоярославец, то есть он не хотел встречаться с Наполеоном снова. Вот, и, значит, Наполеон уходит, контур наступления никакого нет. Россия самосожжённая, потому что сожгли Смоленск, все деревни, Москву сожгли. Сожжение Москвы по приказу Ростопчина, генерал-губернатор, известно, по не часам, а минутам. Более того, в музее сохранились часы, часы чиновника, подчинённого Ростопчина, на которых время, вот, да, выставлено, вы понимаете, это абсолютная фантастика. И вот сделали фальшивку. И только, внимание, в 90-е годы можно было начать исследовать и говорить свободно о войне 12-го года и о других темах, но физически не успели. И первая монография, так сказать, именно свободно научная по войне 12-го года, это моя монография 2004 года, правда, о войне 1812 года, где говорилось о характере войны, о причинах дипломатической подготовки и так далее. А уже монография 17-го года, первая научная, это фундаментальный труд, это 900 страниц, это полностью история всей войны во всех аспектах. То есть, что за империей противостояли, культура, дипломатия, политика, подготовка, вся военная история, гражданская, бытовая, экономическая, то есть, это фундаментальная штука. И, знаете, я вам скажу такой уже эмоциональный момент, для меня очень важна всегда первостепенно в жизни музыка. Потому что музыка, она попадает, она бьёт в сердце даже быстрее слова, как взгляд. И не нуждается в переводе. И не нуждается в переводе. И, как вы понимаете, для меня премьера презентации этой монографии, вот, дело всей части этой жизни, да, это важная была штука. Большой концерт в большом зале в центре Москвы. И в конце я попросил поставить мне, ну, что называется, на аплодисментах, увертюру, музыку, мелодию из фильма французского «Гром небесный». А как вы думаете, кто композитор этой музыки? Жорж Гарваренс. Да. Это одна из моих любимых мелодий с детства. И сейчас, 30 сентября, вот буквально здесь, в Доме кино, тоже на аплодисментах звучала также эта музыка, которую я обожаю. Нас сопровождают, да. То есть, скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром? Конечно, не даром. Все-таки даром. Нет, еще бы не даром. Уничтожили полстраны, сами сожгли, да. В Бородинском бою Кутузов потерял почти половину регулярной армии. Вы можете такое... Вот говорят, врут, естественно, что Кутузов почему оставил Москву, почему отошел от Бородинского поля, почему оставил Москву, почему ждал вторутина, почему ушел и так далее. Почему? Почему хотел сохранить армию, но это ложь, он же не сохранил армию, потому что если в генеральном бою, который вы проиграли, вы теряете половину регулярных сил, это... Это... Ну, вообще, это нонсенс. То есть, такого в мировой истории за генеральный бой однодневный не было. Не было, вы понимаете? А и потом, это очень важно, он же раненых бросил в Москве, которую Ростовчин сказал поджечь, и своих любовниц Кутузов вывез. И столовая серебро французская Ростовчин вывез, а раненых оставили. И от 26 до 30 тысяч русских раненых сгорело, кроме тех, кого спасли французские гренадеры. Ну, там еще мы, армяне, по крайней мере, говорим, что армянская слобода не сгорела. Там были какие-то... Ну, частично, частично, частично. Ну, это другая история. Я про другую хочу сказать, спросить точнее. Я, когда вот начал изучать все, что вы делали про войну 1812 года, у меня прямые аналогии с Великой Отечественной войной. Вы утверждаете, что на самом деле у Наполеона не было больше вариантов и возможностей, он просто должен был пойти на Россию по ходам. Вот, господин Суворов, которого вы тоже, наверное, знаете. Резун, да, Виктор Суворов. Да, да, да. Он утверждал, что Гитлер тоже пошел на войну. Ссылаясь, в том числе, на письмо Гитлера Муссолини. Да, 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 и прочее, прочее. То есть, прямые аналогии. Вы знаете, аналогия в науке не доказательство. Так. Вот, кроме того, надо, конечно, рассматривать шире, то есть, всю Вторую мировую войну. А Вторую мировую войну надо рассматривать в контексте Первой мировой и затем... Ну, вы же, простите, но вы же войну 1818. Естественно, тоже в контексте. Тоже в контексте. Да, нет, нет, я просто объясняю, что я до такой степени люблю точность, что даже, ну, какие-то приятно близкие или неприятно аналогии я так, ну, как сказать, вот хочу очень точно рассматривать и избегать, избегать аналогии. Тем более, что в 1812 году ведь война началась отнюдь не 24 июня. Александр Первый объявил ее несколько месяцев назад. То есть, уже было состояние войны. Ну, предвойны уж точно. Ну, и предвойны нет. Официально, официально было состояние войны. Поэтому, когда у нас начинается, что Наполеон без объявления войны, это ложь. Мало того, что Наполеон ее объявил через посла, но он объявил ее через несколько месяцев после объявления Александра. Это можно было уже не делать. Кроме того, если вы пять лет не соблюдаете условия мира и союза, имя Тильзитского, в которую вы попали по собственной же агрессии, то есть Александр Первый попал как в Тильзит, да? Он же попал, потому что два раза пытался совершить интервенцию в другую страну, во Францию. Ему два раза дали по морде. Ну, вот. Ну, скажем, если брать Александра Первого, такого напудренного, и вот он у него, так вот, такой был очень, такой весь, щепетильный относительно... Внешности. Внешности, да. Скажем так, мордочки тогда уже. Что вы думаете по поводу, ну, ближе, давайте, к 1812 году и к тому, что происходило тогда, та эпоха вам ближе, просто вы ее изучали глубже? Нет, ну, я и сейчас, в том числе, изучаю очень серьезно и даже готовлю, так сказать, постепенно работы по Второй мировой, но я просто всегда, вы знаете, первый момент, что максимально точно даже в интервью стараюсь, да? И второе, мне нравится так, вот сначала я глобально что-то опубликую с доказательствами, да, потому что скажут, а как это так можно и так далее? А вот если я сказал, то я могу абсолютно точно отвечать за свои слова. Хорошо. Лорис Меликов, что вы думаете по поводу этого персонажа и могло бы случиться, хотя история не... Знает, знает, терпит и знает. Знает? Конечно. Тогда Лорис Меликов, что вы думаете по поводу этого человека? Ну, это талантливый деятель, но это же без контекста ничего не изменить. Ну, никто не может... Если бы не было смерти императора? Нет, нет, нет. Ну, слушайте, этот вопрос чаще задают, допустим, про Столыпина. Если бы Столыпин жил бы, да? Ну, хорошо, Столыпин жил бы, его бы не убили. А куда вы денете Первую мировую? Он бы не смог остановить крушение империи, да? Мы говорим про Спиранского. Если бы Спиранского Александр Первый не уволил, потом он, так сказать, был в ссылке, потом вернули на законодательство, хорошо, оставили бы Спиранского. Он бы сломал себе, значит, хребет и все просто о ситуации в России того времени. То есть, если мы берем эпоху великих реформ Александра Второго, да? Они же, почему половинчатые? Потому что сами испугались. С одной стороны, элита испугалась. Не доделали. Не доделали. А с другой стороны, крестьянство было действительно не готово, а когда оно готово. Да? Потому что, когда народники пошли в народ, их же сдавали жандармам-крестьяне, как смутьянов, которые готовят среди народа бунт. То есть, они, эти талантливые люди, да, они постоянно захлебывались или ломали хребет о ситуацию. И они делали максимально, что могли, максимально, на самом деле, чаще, там, и ценой собственной жизни и так далее. И вот Александр Второй, который у нас реформатор, его же и прибили. А нереформаторов, вот, ну, кстати, вот нереформатор Николай Первый, он покончил жизнь самоубийством. Это мало кто понимает, хотя, в общем, это достаточно документированный факт. Он понял, что он проиграл войну, причем позорно проиграл, и он ей руководил. Причем он руководил не просто войной, а операциями, да, операциями, которые были наиболее проваленно позорны, да. Но, в отличие от некоторых, у самодура Николая Первого было понятие о чести. Поэтому он покончил с собой. Роль личности в истории, и тем не менее. Огромная, огромная все равно. Но эти личности развиваются... Рассказывают, да, 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 но они всегда что-то делают. То есть Александр Второй слабый, и вопреки, в том числе, его многим эмоциям шли реформы, хотя и благодаря, но он все-таки осуществил эти реформы. Они половинчатые, но все равно произошло и отмена крепостного права, и судебная реформа, и так далее, и так далее. А кому-то удавалось максимально, как Наполеон, он просто создал другую Францию, новую Францию, в прямом смысле слова. Ну, и Европу. И Европу, да, Наполеону. И возьмем Ликурга. Мы можем вспомнить Вильгельма, Вильгельма Завоевателя, Александра Македонского. Александр Македонский, он, собственно, его история... Вот человек, ну, скажут, сейчас там греки-македонцы спорят, да, ну, грек, но, смотрите, как и на Армению повлиял. Эллинизм, то есть это грандиозное явление, прожил всего ничего Юлий Цезарь, который, многие его, так сказать, дела были отмотаны, но остался образ и осталось движением, потому что Август реализовывал уже образ Цезаря. Только хитрее, умнее. Ну, Август был бы, он был бы совершенно другой, да. То есть роль личности огромна. И на самом деле вся история состоит из чего? А Чингисхан, Тамерлан? Да, да, но они были предводителями толпы. Атилы. Толпы, понимаете? Они не зафиксировали институционально в формулировках. Они были... Великой империи Чингисхана и Монгольской империи сколько... Нет, нет, нет. Это было, понимаете, это было все равно... Вот здесь мы переходим к теме варварства. Потому что мы сейчас, смотри, все, что нас окружает, и микрофоны, это форма стакана, это форма очков, там, телефоны, все, на что нас снимают, через что передают, это все Запад. Это формулировка, которая когда-то была создана именно такой. И наша речь с вами, да, мы же сейчас вот в Армении, и Армения, она ближе к Чингисхану, чем, допустим, Париж, да? Но мы сейчас здесь... Территориально? Территориально, да. Здесь больше технические, вот видите, полки, форма книг и всего больше парижского, правильно, да? Ну, словно европейского. Поэтому, конечно, Запад дает форму бытию во многом. Ну, тут можно долго спорить, на самом деле, потому что какие-то вещи с Востока пришли. Ну, факт, нет, если мы берем просто... Ну, цивилизация современная, да, она Запада. Ну, что говорить, вы приезжаете в Китай, в Японию, и это просто копиистика. Это калька, копиистика, это плагиат в Ростов, как хотите. Я вот и режиссировал галоконцерт опера-балета в Пекине на Олимпиаде в 2008 году. И перелет больше девяти часов, жуткая влажность, все в дымке, в тумане. Мы приезжаем в резиденцию, где мы жили. Резиденция, построенная для боссов Компартии Китая. Вот это бандит, для бандитов, абсолют, которые они... Коммунизм, они себе построили резиденцию. Знаете, как она называется? Шато Лафит. Это знаменитое французское шато, которое принадлежало, кстати, Жану Лану, одно время маршалу Наполеона. И я, как специалист по Наполеону, я приезжаю, ну, девять часов лед. Понимаете, такая некоторая усталость. Влажность чуть ли не стопроцентная. И вот из этой измороседымки я вижу шато Лафит. Абсолютно скопированный, вот как на принтере. С пластмассовым ощущением, панельный шато Лафит. Я покажу, висит, значит, репродукция Давида, Наполеона, Бонапарта на перевале Сен-Бернар, распечатанная на холсте. Печать на холсте, дикая вот эта современная техника, пошлая. И ощущение сюрреализма. Только все это некачественно. Это не настоящий камень. Это не позолото, а обшиканная бронзовка. Это не холст. Это все фальшь. И все некачественно. Все где-то не прокрашено. Это ужасно абсолютно. Но это они взяли полностью, конечно, все западное. И костюмы. Вот это Си, это Си, оно же, этот Винни-Пух, он же везде приезжает, он же в западном костюме, а не в Багдыханском, понимаете? Но, тем не менее, у них есть закрытый город. Композианство. Великая китайская стена. Ну, китайская стена, конечно, которую они через западные, конечно, они продают билеты через западные, понимаете? Они все знают, ее все инстаграммят, и все. Это все, понимаете, это все запад. Все абсолютно. То есть реклама, пиар, продажа билетов, буклеты. Хорошо. Сивилизация – это запад. Ну, конечно, да. Остальное – это как бы культуры этнические. Россия ближе к востоку или к западу? Россия – это провинциальный запад. Сто процентная Европа. Абсолютно сто процентная. Это не Евразия, это сто процентная. Европа только очень провинциальная где-то. А где-то очень, например, центр Москвы и центр Питера, они больше европейцы сегодня, чем сами европейцы. Абсолютно точно. Абсолютно, конечно. Абсолютно точно. Больше. Сегодня настоящие при всех минусах вы можете как угодно, самым плохим словом, больше. Это, если я вам говорю, когда я могу критиковать систему, да, это точно так. Потому что это к системе не имеет отношения. Будет сама система, вот те, кто творят все ужасы, их мечта – это Европа 60-х, 70-х годов. Это, кстати, очень неплохая мечта, только они хотят ее осуществить самыми дикими… Ну, скажем так, Франция, до 68-го, конечно, да. Они все были, опять же, это нищие советские люди, нищие, которые увидели в 80-е годы, когда работали. Значит, там, вот действительно, все есть в магазинах, и все чисто, и какие Мерседесы потрясающие, все работает, все качественно, и хотели так же. Но они хотели, конечно, для себя, и чтобы они были у руля, и чтобы у них это было все, а как это можно? Только плохими методами. И сохранить это можно еще худшими методами. А почему нельзя было сделать так, чтобы это было у всех? Или это невозможно на таких территориях? Ну, это не… Вы понимаете, как это процесс здесь? Во-первых, нужен интеллект, мозг, честность. Это же огромный нужен интеллект. А так проще, просто вот так. Ну, конечно, ну, для этого ум нужен. То есть, ну, не богатство, а цивилизация. Да, можно цивилизовывать территорию, можно ввести не в тьму и дикость, не в маркобесие и агрессию, а в просвещение, конечно, можно. И это несложно, но для этого, конечно, нужен интеллект. Ну, согласитесь, что средневековая Европа – это тоже, в общем-то, не самое лучшее место в мире. Ну, это фраза, которая… Она ничего не значит. Не, ну почему? Давайте… Сейчас скажу, дайте я же отвечу. Она ничего не значит, потому что она обтекаемая. Она аморфно-обтекаемая. Что такое средневековая Европа? Это почти, даже больше где-то тысячи лет. Средневековая, после Римской империи… Ну, падение Римской империи… Падение Римской империи – это тысячи лет, а везде парады. А это больше тысячи лет. Вы знаете, вы хотите объединить разные страны, разные нации, тогда формирующиеся, да, тысячи лет. И когда мы начинаем присматриваться и думаем, что вот, потом появилась ренессансная музыка, потом Монте-Верди, Верди, потом Долида. Нет, а когда мы ведь сохранились, ну, такая была еще старинная форма нотной записи, но ноты-то сохранились, настоящие средневековые музыки. Там было очень много площадной веселой, оно очень похоже на современную, карнавалы невероятные. Ну, тарантеллы и все остальное. Ну, не только это, да. Если мы возьмем и начатки литературы… Нет, я не говорю про то, что не было веселья. Веселье тоже было, но было жесточайшее. Жесточайшее, да, ну, а уже жестокость была. Кровавая история. В 20-м веке, я вам хочу сказать, что Варфоловеевская ночь, и все викинги – это детский лепет на заваленке, те, что происходит в 20-м веке и в 21-м веке. Поэтому это большая такая, в общем, мифология. С точки зрения технической, ну, многое было еще недоделано, да. Вот, но это постепенно, постепенно создавали, да. Нет, я вот как раз вас хотел об этой мифологии спросить, что, например, мы говорим о том, что викинги, они там всех резали, убивали, жгли, насилили. Нет, нет, они не могли, это вообще было невыгодно всех резать. Ну, окей, кого не надо или кого надо. Но сегодня страны Скандинавии – это одни из самых… Самые, наверное, да. Но они даже слишком, потому что они приняли… Вот по гуманизму, да, они приняли такую гадость в себя, что убегут. Вот у меня очень много знакомых, замечательных ученых и бизнесменов из Дании, из Швеции, из Норвегии. Они как под оккупацией. Многие даже со слабым характером бегут из больших городов, провинцию. Ну, конечно, оккупация неграми и исламистами. Просто оккупация. Самая настоящая. Ну, конечно. Это не иммигранты, это армия вторжения. Это не надо путать. Это тоже мифология. Если к вам прибывают по 7 тысяч в сутки, как на Лампедузу, и только мужики, значит, такого возраста военного, да, и они агрессивны, и они ломают заграждения, они сопротивляются полиции и так далее, 7 тысяч в сутки. Это не мигранты. То есть это не то, что не эмигранты, это даже не мигранты. Кто управляет все это и... Как раз левакины и управляют этими потоками. Но не в смысле того, что они там звонят туда-то, туда-то. Это концепция подмены населения. Левачество – это болезнь. Это не... Это идеология, ну, можно назвать ее идеологией как бы технически, да, научно, но причина – это болезнь. Левачество – это болезнь. Это, в общем, во многом как религиозное безумие. Когда вам говорят аргументы, что вот они начинают резать, вот они не станут европейцами. Нет, они станут... Вот давайте подождем. Несколько поколений прошло, и много исламских террористов, которые совершали теракты, они именно дети, понимаете, тех, кто уже родился во Франции. Не только они сами, они уже в третьем поколении. Вот же в чем дело. Они не станут. Это надо понять. Ну, а как же это то, что ислам – это религия мира? Или это тоже миф? Ну, слушайте, давайте это самое. Без меня у нас так мало времени. Можете какие-то обсудим фразы дельные, умные. Хорошо. Вы чернокожих жителей планеты Земля называете неграми. Вы не толерантны или вы? Ну, это не я, я, собственно, кто я. Я родился... В стране? Нет, не в стране, а был словарь «Даля». Так. Есть русский язык, как и другие славянские языки, вообще другие языки. Слово «негр», оно всегда было, не я его изобрел, не мне его отменять. Оно точно научно, значит, характеризует предмет, потому что называть, допустим, афроамериканцем, да, ну, вот, это научно бессмысленно, сказать, африканец. А если белый родился в Африке, белый он же не будет, как бы, вот, как определить, то, что он белый, значит, это черный. Вы можете меня назвать белым, я не обижусь. То есть это не оскорбительно, это всего лишь факт. И я, как свободный человек, я отстаиваю свое право использовать родной язык и в научных целях. Ну, в научных. Вот, допустим, вы врач. Можем сказать, что вы полицейский, и описать, вот кто-то что-то украл, и сказать, вот он, белый или черный. Как его преследовать, искать по улицам? Кто вас ограбил, да? Ну, допустим, ну, случайно ограбил черный. Да, как описать? Или врач. А вы знаете, что физиология-то несколько разная, в том числе мышечная даже, да, у негров и белых. И вот к вам приходят, привозят лечить негра, да? А у него там надо понимать, что есть некая разница. А негров что, по-другому лечат? Нет, ну, просто надо понимать, что, допустим, у разных рас, этносов, у кого-то лактоза, допустим, плохо усваивается, вы же понимаете, да? У монголов, да. Ну, да, ну, вот, значит, им нельзя, там, какие-то диеты, да, и так далее. То есть вы должны понимать, что за раса. Иначе вы даже убьете, как врач. Вот видите, то, что мы сейчас... А вы идете к тому, что рас называется негроидный, и никто по этому поводу... И никто, да, в том числе, и надо так понимать, ну, сейчас уже не знаю, сейчас уже не... А нет, они уже сейчас, несколько лет назад вообще отменили понятие рас. То есть расы есть, но их нет. Да-да-да. Как понятие рас? А вот так, если вы посмотрите кембриджские и оксфордские учебники, там с этого начинается, что рас, нет. А дальше особенности рас. Да, вот так. Это у меня напоминает советский анекдот, да? Если жопы есть, а слово нет. Смотрите, да, рас, смотрите, рас не существует, а дальше идет закон о том, что нельзя, значит, принижать какие-то расы. Вдумайтесь в это, да? То есть рас, нет, это постулат. А дальше говорится, что вы не можете унижать человека по расовому принципу. А как можно унижать человека по расовому принципу, если рас не существует? Так. Кого вы унижаете? Не знаю, но никого. Люди, которые любят футбол. Никого нет. Вы же не любите футбол? Вы считаете, что в футбол играют тупые люди вообще? Да. И смотрят. Я же их не унижаю. Почему им нравится быть тупыми? Нравится. Ну, конечно, если им нравится быть тупыми, это же их счастье. То есть футбол – это игра тупых людей? Да. Ну, кстати, вот мяч, возьмите любой предмет, там, значит, очки, стакан, листок бумаги и пинайте его. Разницы с мячом почти никакого. И, к словам, результат тот же. То есть вы ничего не производите. Что еще тупое? Вы можете, вы всю жизнь гоняете, но всю жизнь – это по молодости, да? Потом просто вы инвалид и все. Испеваетесь. И вот вы всю жизнь гоняете мяч, вы ничего не производите, да? Ни хлеба, ни книг, ни смыслов, ничего. Аргентина стала чем-то. Но это не эмоции, это эмоции в разбитых витринах, потом в разбитых фонтанах, в том числе и ренессансных. Вы только отрицательную сторону увидите, а позитив. А для них это позитив? Нет, подождите. А для них это позитив? После поражения во Второй мировой войне в 45-м году растерзанная, разделенная Германия, и что для них стала победой в 54-м году на чемпионате мира? Как нация переживала? Нет, нет, нет. Нация… Для нации тогда самое важное была свобода политическая и, конечно, экономическое чудо. Я имею в виду для ФРГ. Можно представить себе Россию чемпионом мира по футболу? Конечно, можно. Вы что-то… К сожалению, этого не происходит. У нас тоже есть люди, которые верят, что в 2050-м году Армения станет, но без экономической базы этого навряд ли. Но ведь все-таки русским далеко до армян в этом смысле. А мы конкретную дату знаем, да? Нет, вы не просто знаете дату, вы, так сказать, вообще вы все знаете, вы все изобрели. У нас вот величие, русские великие, да, но вы же еще более великие. Нет, навряд ли. Ну, как нет? Меня предупредили, что армяне сами великие, поэтому я даже… Ну, нет, Пушкина у нас нет. Ну, не прибедняйтесь. У нас есть нарекации, нам хватит. Скажите, пожалуйста, а другие виды спорта, хорошо? Спорт… Дзюдо. Дзюдо, ну, видите, как вот… Ну, это философия, которая стала так же… Ну, не все дзюдоисты одинаково интеллектуальны и могут рассчитать. Дзюдо, это для россияне… Не все, некоторые прокололись. Айкидо, хорошо. Ну, это не так далеко, я думаю, что те еще не прокололись. Вот это… А какие виды спорта вам нравятся? Художественная гимнастика? Ну, так, ну, это… Если бы я был извращен… Но… Ну, женская, почему же извращенная? Ну, там… А с какого возраста начинается… Там… Нет, в Азии сейчас он очень молодой, но в свое время… Ну, а вы… Я же сейчас ляпнешь, а потом… Хорошо, ладно, тогда давайте… Давайте что-то… Пляжный волейбол женский. Пляжный волейбол женский. Пляжный волейбол женский. Ну, значит, они даже прыгают с паспортом. Ну, они как раздетые, но с паспортом, чтобы смотреть до какого-то… с какого-то возраста. А до этого смотреть… А в шашки спокойные, спокойные и в козла. Ваше отношение к спорту я… И в козла, понимаешь. Понятно, понятно. Так, еще вы очень воюете с Википедией. Это… Ну, не за что вы… Я просто… Когда мне пытается ссылаться в научных… Кругах. Цель… Не, не кругах, а в целях где-то на улице. Ага, а в Википедии… В интервью, да. Ну, это одно и то же. Улица… Вот, а в Википедии… Ну, давайте на заборе еще где-то. Сава написал там слово из трех букв на заборе. Это очень интересно. Ну, вы же понимаете, не у всех же могут быть энциклопедические знания. Конечно, если ничего не читать, они и не будут. Вот это сразу фраза, которая… Она очень подлая в отношении людей. Она сразу расслабляет. Вы можете ничего не делать, да? А, да, и вы сказали, и вот как же вы ведущий, вы, так сказать, человек медийный. Вы разрешили. Нет, нет, абсолютно нет. Вы разрешили. Нет, это самое… Все, и слушают радиослушатели, зрители. А, все, можно не читать, можно не образовываться. Значит, мы же не… Все, мы как все. А нужно ли вообще всем образовываться и читать? Опасно. Очень опасно. Так. Конечно. Но начинается это… Брожение? Сомнение, очень брожение. Ум, сомнение. Это страшные вещи. То есть, с чем… Не-не-не-не, я сам это… Я… Но не надо. Еще узнают, как нас… Не-не-не, так тоже не надо. То есть, нет, вы под это вырежете, скажете, безусловно, всеобщее образование, высшее просвещение, конечно, да, но между нами ни в коем случае. Ну, это Луначарский в запах. Ну, не все. Ну, какой Луначарский? Луначарский, это был такой порочный. Это извращенец. У него квартира, там рядом, по-моему, денежный переулок. Это был притон оргий вообще. Это был один из самых очень образованный человек. Это так музыку, литературу знал и писал замечательно, очень порочный. Вот я против, я за нравственность. Слушайте, а вот для вас, скажем так, личная жизнь человека в отрыве от контекста его научной деятельности, его культурологической деятельности, творческой деятельности, она важна? То есть, если, например, композитор, там, не знаю, извращенец, то для вас он уже как бы... Ну, понимаете, во-первых, что такое извращенец, и что такое композитор. То есть, не всякие, значит, композиторы... Великий композитор. Великий композитор. Но они практически все были композиторами. С большой буквы. Поймите, талант – это свобода и любви. И всего остального. И всего открытия. Любовь – это главное. Для вас это важно, личная жизнь? Ну, это все вместе. И в поэте, и в любом месте. Ну, это вообще не можете отлить. Вот сейчас у нас как личное, я же не могу сказать, это все равно я. Сейчас происходит у нас при всех личная жизнь. Да? Я все ощущаю, что это... Не, ну, она происходит, но я к вам в постель не лезу. А поймите, нет, смотрите, это очень банально. Вы говорите, вы смотрите мне в глаза. Зрители вот в Ютьюбе будут смотреть мне в глаза, на меня, на все, брови, кожу, прическу, перстни. Это все личное. Взгляд – это более личное. Если я, понимаете, сниму штаны, сниму трусы, и, значит, ну, просто все сниму при вас, при вас и так далее, вы думаете, что, извините, вы думаете, что пенис – это более личное, чем взгляд? Я об этом, честно говоря, никогда не забыл. Подумайте. Даже сейчас я об этом не хочу. Подумайте, и особенно сейчас. Страшно подумать о том, что... Как вы кавказец, как, может, страшно. Смотрите. Подождите, я прочитал, я все знаю. Так, что вы прочитали? Я прочитал про Айка. Нашего Айка. Ну, не наш, ну, вашего же, вашего Айка. Хотя мы безграничны, может быть, и нашим скоро будет. Значит, про Айка, это... Айк где-то наборится. Это что-то, это самое. Вот же, и вы тут испугались какого-то гостевого пениса, понимаете? Нет, мы не испугались. Это же просто... Вопрос в том, что... Вы даже испугались не... Вы подумайте об этом испугались. Вопрос-то не в том, что испугались или не испугались. Вопрос в том, что меня абсолютно не интересует... Да? То, что происходит тогда, когда я вас не вижу. Да. Что происходит с вашими партнерами. То есть, подождите, вам прям плевать. Вам пришел гость, и вы говорите, что плевать на человека. А что такое интеллигенность? Что такое интеллигенность? Это ложь. Вот смотрите. Вот вы должны сказать, что я вот так очень интересная личность, и думаю, и вот когда расстанемся, тоже буду думать уважительно, все и так, и вообще просто, да? А потом и забыли, или сам забыл, или оператор сказал, что... Да, ну, и ее там... Вот за спиной. Вот интеллигенность – это за спиной, понимаете? Когда правда за спиной. А вы прям так, что да, ну, мне не важно. Слушайте, нет, ну, на самом деле, давайте разберемся. Кто ваш любимый композитор? Наверное, Верди. Верди. Верди, в котором тоже была достаточно странная личная жизнь, тяжелая. Она была не странная, она была тяжелая. Она была очень драматичная. Ну, да. Ну, скажем, ненормальная, мягко выражаясь. Что такое нормальная личная жизнь? Если мы будем сейчас копаться в вашей личной жизни и в ваших еще, главное, фантазиях и мечтах, это будет кошмар, я вас уверяю. Если я их озвучу, да. Признайтесь честно. Если я их озвучу, да. Вот, не надо, не надо их озвучивать. Да я вижу. Так, а и какие у меня фантазии? Ну, что ж, я буду здесь вот одна, вторая, третья. Ну, конечно, ради бога. Люди, люди, операторы. Мне просто интересно. Вы же, да, я же забыл, у вас есть еще один талант. Вы можете по, скажем так, выражению лица человека... По фотографии, да. По его телосложению, там, что-то о нем говорить. Все, могу сказать. И что вы можете о мне сказать? Нет, ну, только самое замечательное. А, вы тоже интеллигент. Конечно. Все, а потом правда. Ну, а как, минуточку, что? Вы хотели оскорбить, что я не интеллигент. Я интеллигент. Я все вызываю, ну, просто потом выйду, скажу помощникам. Ну, это вообще... Вот, и, конечно, а как же вы подумали? Пришел в футболки, не бритый. Да нет, это как минимум. Ну, просто... Все, я понимаю. Хорошо, нет, давайте вернемся к Верде. Да. Он для вас композитор? Ну, конечно. Композитор. Да, конечно. Но не как человек, у которого трагичная судьба, там, в семье и прочее. Нет, она у него была действительно трагична. И у него, скажем так, перелом в творчестве. Потому что он сначала, ну, был под эмоцией, обаянием Беллини и Деницетти, как все. И первые оперы были в этой стилистике. А уже когда пошел настоящий Верде, это после ухода безвременного первой жены и так далее, одиночества. Он был, в общем, не очень... Ну, не Аполлон далеко, да? И он от этого, в том числе, мучился. И все это есть. Это есть в Фальстафе, это есть в Отелло, это есть даже в Травиате. Это везде. Понимаете, что такое Травиата, вот эта музыка? Тема Виолетты. Это Верде. Это сам Верде, как и... Ну, то есть личная жизнь влияет... Вот смотрите, допустим, если Бланш Дюбуа, это Теннис и Вильямс, это проекция его эмоций. Наташа Ростова, проекция, значит, Толстова и так далее. Здесь Виолетта Травиата, соответственно, проекция... И музыка тоже самая. У Чайковского это всегда... Это есть творчество, и это есть сублимация в творчестве. Конечно, влияет. Очень влияет. Когда бежал от кредиторов Вагнер, он такие бури писал, прямо на корабле. Ну, конечно, влияет. А Чайковский не мог написать долго в Петербурге, а приехал во Флоренцию и клавир за 40 дней, пиковые дамы. Понимаете? А где писал Гоголь «Мёртвые души» самую русскую историю в Риме на Весастина, на которой я так часто живу? Где-то писал Достоевский и Диуфт во Флоренции. Во Флоренции, совершенно верно. И во Флоренции есть такая табличка, что примерно в этом месте, не в этом доме, в этом месте жил Достоевский. Рядом с мостом, я думаю, что все знают. С Понтовекью, да. Да, и теперь вопрос. Вот если бы не все то, что окружало Достоевского, если бы не его игромания и все остальное, был бы такой вот? Ну, это части, это следствие как раз, это следствие. Его уже, поймите, его психику переломала вот эта липовая казнь и каторг. Да, там это после этого в два раза человека. Человек скверного анекдота – это один Достоевский, легкий, талантливый, свободный. Светлый. Светлый, да. И потом это стопроцентный изменение, это не частичное изменение, это просто не он, это два разных человека. Это психически больной человек. То есть, с точки зрения, скажем так, человека, который занялся систематической наукой, Евгений Панасенков, личная жизнь любого творца напрямую, воздействия. Они неразделимы, они неразделимы, потому что здесь воздействие – это когда что-то внешнее есть в воздействии, да? А я бы сказал, что это неразделимы. Неразделимы, хорошо. Можно ли то же самое, ну, то есть, эта схема работает и для тракториста, и для радиоведущего? Она работает, только там ничего просто нет, она как бы, она могла бы работать, если бы он не был трактористом, а был бы композитором. Окей. Или писателем, да. Или писателем, да. Но только настоящим писателем, а не членом союза писателей. Да, да. Теперь, весь вопрос, вопрос в чем? То, что можно вот этим гением, или то, что мы им разрешаем, потому что благодаря этому… Гений не просит разрешения. Ну, хорошо, но мы и разрешаем, как зрители, поклонники и прочее, прочее. Понимаешь, что если бы этого не было, не было бы этого творчества. Конечно, да. И наоборот. Да, конечно. Это позволено всем остальным смертным или все-таки… Думаю, что нет. То есть, тормот должны быть. Я считаю… Нет, я вам скажу так. Все надо заслужить, и на все надо иметь право. На все в жизни надо иметь право. То есть, то, что положено Юпитеру… Быку. Не положено быку, да. Да, не положено быку. Да. Это работает. Абсолютно. Это великая античная поговорка, а все античные образы, мифы, поговорки, они все работают. Это и есть западная цивилизация. Вы заметили, что мы сейчас вспомнили не китайскую поговорку, которая там замечательно много пословиц, поговорок, но мы вспомнили именно древнеримскую, древнегреческую и так далее. Потому, что мы из этого мира, хотя мы физически в Москве не было тогда Армении, Великой Армении была, но не было современной Армении и так далее. То есть, все равно мы из этого мира. Это очень важно понять. И китайцы эту фразу тоже повторяют про Юпитера и быка. Ну, наверное. Да, конечно, я тоже просто знаю, точно знаю. Так, скажите, пожалуйста, вот мы с вами поговорили практически о разных вещах, и вот сейчас я хочу подвести к вашей личности. Вы себя считаете поцелованным богом, избранным... Ну, особенно как атеист, конечно. Да, 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 как атеист, да. Избранным, самым умным или не самым умным, но в когорте умнейших. Есть у вас какие-то такие амбиции? Нет, вы знаете, амбиции нет, но если вот так, ну, все дано, значит, все дано. Все к этому идет, да? Все к этому. Это давно уже пришло. И вы как данность? Честно, это не сейчас ни игра, ни... Я никогда об этом не думал. Никогда об этом не думал. Но это есть. Это с человеком либо есть, и всем очевидно, и кого-то это бесит, либо нет. Это вы можете... Вот другой может там прыгать, подпрыгивать. Очень многие, кстати, на сцене подпрыгивают, да? Это ничего... Да, ничего не... Ну, да, в том числе, да. Многие прям пытаются из кожи лезть, и у многих от этого комплекса, они некоторые даже начинают там конфликты, войны, драки, ссоры из-за этого, из-за комплекса, да? Вот, так что нет, я никогда об этом не думал. Это есть. И, знаете, когда об этом иногда, может быть, не задумываюсь, а сейчас задумываюсь, я когда смотрю, я смотрю ретроспективно, вот в глаза... Это же метры, десятки метров вот до того зала, где я выступал, мы здесь находимся. И глаза людей, которые на последние деньги с двумя пересадками, с двумя пересадками, бросив там работу и так далее, и сюда, тут же всех пугали протестами и так далее. Все равно прилетели, купили билет во время того, как протесты были, да. Прилетели, пришли, да, принесли тяжеленную книгу и смотрят такими глазами, я их не могу предать. Что вы им даете? Все, я не знаю, я их люблю, я их люблю. А они вас? Они молятся на вас? Не знаю, наверное, не знаю. Не знаю, я их люблю. Я хочу, чтобы у них было все хорошо, прямо все. А вы можете быть центром какого-то культа при жизни? Вы знаете, в зале были люди в моем мерче, то есть в майках, на телефоне... Ваши фотографии? Вот, у вас непонятно вообще, что там, да? Понятно. Ну, стыдно, нет. Моя фотография... Ну, что это? Что это семья? Прости. Значит, моя фотография, и здесь фотография, она электронная, а с той стороны у меня же обложки на телефон, на паспорт. У вас наверняка обложка на вашем армянском паспорте, тоже непонятно какая, без меня, да? Мерч. У меня вообще все без вас. Ну, это позор, да, честно скажем. А на вашем мерче вы изображены? Ну, не вы же, но никто не... Не, не, это в смысле изречения? Я и лик, и изречение, конечно. То есть, все-таки интеллект, то есть не просто так... Что продается лучше всего? Какое изречение? Все продается. Вообще продается все, я вам хочу сказать. Абсолютно все. Вообще все продается, а со мной еще лучше. Ну, вот. И в мерче, и все... Многие, и даже был один в моей маске. Это мы не продаем. Это... Он сделал. Это кто-то... Это, по-моему, кто-то... Рукоделие. Рукоделие. Нет, это кто-то ворует мой образ, не платя мне авторские. Это, да, все. И вот это... Я всю жизнь боролся с моими вещами. Это религиозная мракобесия и культ личности, я имею в виду, Путина. Да, Путина. Я с юными, да. Вот я боролся с... В итоге я получил религиозное почитание и культ личности. То есть, полная победа. С чем боролся, на то и напоролся. То есть, полная победа. Полная... Да, вот получил то, что... Да, 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 да. Чего заслужил, то и получил. Ну, вот я доборолся. Вы представляете себе, чем будете заниматься через 10 лет, когда вы всего Фаберже, который пока там... Тем же... А я... Нет, Фаберже позже. Фаберже – это уже историзм. А у меня до 825 года неоклассицизм. Вот. Фаберже – это так, это... Фаберже – это длину воришей. Так. Да. Ну, то есть, можно... Когда вы все это соберете и купите, что... Это нельзя все, это нельзя все. Но это я продолжу собирать, продолжу. Все то же самое сделать, что сейчас. А потом будет музей? Ну, я не понимаю, слово... Вообще для меня слово «потом» не существует. У меня это настоящее продолженное. Ну, вас, да, но я буду о вас как-то вспоминать, что вот был такой ведущий в Армении. Нет, мне это просто забудут. Я приеду с концертом, я приеду с концертом, я скажу, помочь. Слушай, здесь вот этот... Да, рядом. Это такой... У меня еще был паспорт, не пойми, чем без обложки этот самый. Нет, с обложкой, но без вас. И, ну, такой какой-то был, вот, я вспомнил... Не, ну, в смысле сейчас думать о том, что надо завещание написать там. Нет, ну, какая глупость? Нет, конечно. Нет, нет. Поверьте, как... Есть вещи во Вселенной столь продолженные и бесконечные, о которых просто, ну, бессмысленно думать даже. С навыки, да, с квантовой точки зрения. Я к тебе подхожу в квантовом, так сказать, исчисление. Вы прыжки с какой частотой совершаете квантовые? Я не прыгаю. Вы знаете, замечательные... Нет, не вы, эти, частицы. Частицы? Нет, ну, я не частицы, я целый. Вот дело в том, что, вот, смотрите, есть фотография изумительная, историческая. Решили узнать, какая из собак быстрее гепарда бегает. Вы знаете эту, да? И собачки с разной скоростью выбегают из своих лунок, сумасшедшие собачки. А гепард даже не тронулся. Он лежит, он не участвует в этих соревнованиях. Он выше. Да, и вот я тоже, я не участвую в этих прыжках. Вы гепард, не лев. Все. Все? Слушай, там есть лошадь Пржевальского, еще что-то. Ну, почему? Иногда, иногда, когда трехчасовой концерт и шестичасовой стрим, гепард и лев должны иметь способности лошади Пржевальского. Да, иногда это полезно. Конечно, конечно. Скажите, как вы отнеслись к тому, что происходило в последнее время в Арцахе? Вообще следите вы за этим или не следите? Насколько глубоко погружены в тему, как и столько? Вы знаете, это совершенно, скажу честно, это не моя тема, я тема, я франковед и италовед. Но так или иначе, конечно, я все это знаю, все вижу, переживаю. Но прежде всего я хочу сказать, что так неправильно вмешиваться в чужие драматические события, тем более, может быть, даже сейчас в нашем контексте, в России. И я бы хотел сказать, что чем меньше кто-то будет вмешиваться и влезать, может быть, даже будет лучше. Это одна тема. Вторая тема – защита людей. И я могу сказать так, что если бы я был во главе России, этого бы не произошло. Это один факт. Другой факт в том, что надо быть честными с собой, национально, этнически. Это проблема десятилетий и веков. И без изменения концепции национальной жизни, этносы, нации, ничего не поменяется. Первое, второе и даже третье. Не надо удивляться ничему плохому и хищническому. Это норма. Это норма, к сожалению. Это не потому, что я так хочу. Все путают. Когда я говорю, что это, может, не очень лицеприятное, думаю, что это вот... Знаете, как, вот есть такие инфо-цыгане, которые обещают. Вот они, я ненавижу это, это ложь. Я говорю аналитические вещи. Поэтому у меня все происсказания верные. Поймите, и какие-то хищнические действия, может быть, одной страны, другой страны, которая сейчас происходит, третьей страны, а на самом деле у большинства стран, и крупных, и не только крупных, кто имеет какие возможности. Если маленькой стране, маленькому этносу дать огромные возможности, мой был бы гораздо хуже, чем мы имеем с агрессией большой страны. Я вас уверяю точно. Это заложено в природе приматов и групп приматов. И понимая это, что агрессия и хищничество взять чужое, или, ну, естественно, объяснить, ну, обезьян берет чужое, потому что она это делает честно легко, а человек это делает подонски. Он говорит, что это не чужое, это мое, потому что я вот сейчас напишу кучу слов, да, и выступлю. Это действительно будет вот после слов его, да. Обезьяна честнее в этом смысле. Но это одно и то же. Но это надо понимать. И надо быть сильными. А что такое сильными в наше время? Сильными это значит, что вечно там, значит, в качалке или с ножом, да. А сегодня ножи другие. Сегодня высокие технологии. И поэтому ваши коллеги пресса спросили после концерта. У меня же был еще пятый. Потом пятое отделение. Это вот почему лошадь Пржевальского нужна, да. Вот. И спать, как боевая лошадь стоя. Потому что я еще пятое отделение, большое интервью на сцене дал. Уже без сознания, но в сознании, да. И они сказали, советы Армении. Я первое скажу, я не хочу, как русский человек, это скажет. О, он дает советы. Я не хочу давать советы. Если вы спросили, вот вы пришли, нашли время, приехали, поставили камеру, но это будет хамство не ответить. Да, я отвечаю. Если вы спросили, да. Я говорю две вещи. Вести уголовную ответственность за два слова в политическом контексте. Патриотизм и величие. Уголовное. Десять лет сажать. Вот тот сказал слово патриотизм или величие в плане, как нация, этносит, все. На десять лет сажать. И через несколько лет у вас будут высокие технологии, благодаря фундаментальной науке, реальным делам и так далее, и так далее. Этот совет, он честный, потому что я бы его дал русским, украинцам. Он универсальный. Вы сказали, если бы я руководил Россией. Вы представляете себе вообще такую ситуацию? Кошмар. Для меня. Для вас. Вы бы были очень рады. Вы можете вообще? Есть у вас такие внутренние... На что там такого? Ну, посмотрите, если я... Окей. Ну, все, у меня больше нет слов. Видите, как? Как хорошо. У вас сразу слова закончились. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Очень важно вовремя закончить. Вот-вот. Да-да-да. Вы себя остановили. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»